Недавнее сообщение о том, что китайские космонавты привезли на космическую станцию свои любимые личные вещи, прогремело на весь интернет. А я вот вспомнила, что в китайском блокбастере «Блуждающая Земля» был такой сюжет. Российский космонавт взял в космос бутылку водки. Было ли такое в жизни? Давайте спросим у моего друга российского космонавта. Алена, привет! Здравствуйте, уважаемый Александр Иванович! Недавно один китайский тайконат взял на китайскую орбитальную станцию игрушку быка. В Китае бык – нео – это символ благополучия, а у молодежи нео означает круто. Наши китайские друзья интересуются, брали ли российские космонавты с собой в космос водку, интересно это правда? Вы знаете, когда начинались полеты, длительные полеты в космос, то коньяк у нас входил в рацион питания космонавта. Небольшие дозы, небольшие объемы только для того, чтобы немножко поддержать его иммунную систему. В нашем полете был очень интересный момент, когда с земли мы получили такое маленькое сообщение от радиолюбителей. И сообщение было примерно такого содержания. В газете это было написано, что Минздрав России рекомендовал экипажу принимать небольшие дозы алкоголя для того, чтобы нейтрализовать вредное воздействие атмосферы, нашей атмосферы, станции на наш организм. С учетом того, что мы были изнурены нештатными ситуациями, то есть у нас было очень такое нервное напряжение в организме, мы очень мало спали. И, наверное, вот с этой точки зрения, уже Минздрав сказал, понемножку можно. Ага, значит, это правда. А что-нибудь из личных вещей вы брали на станцию? В космос всем разрешают брать какие-то личные вещи, но в небольшом объеме. Я взял несколько фотографий своей семьи, дочерей. У меня были две маленьких игрушки. Одна игрушка от одного ребенка, другая от другого ребенка, от двух дочерей. И они у меня висели всегда в моей каюте. Хотел взять книги, но тогда не было электронных книг. Я искал какую-нибудь книгу, чтобы взять ее с собой, но было очень мало веса мне выделено для того, чтобы забрать эти вещи. Поняла. Спасибо, Александр Иванович, за интересные ответы. До встречи. Удачи вам, ребята. Говорят, что на космической станции Тяньгун есть даже система, которая на основе технологии виртуальной реальности воссоздает условия на Земле. Это помогает астронавтам сохранять спокойствие и бодрость духа. Ой, а когда же я смогу отправиться на новую орбитальную станцию Тяньгун? Мне бы этого так хотелось.